МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все вниз, погружаюсь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кольский залив. Это где-то под Мурманском, в одном из мест базирования подводных сил Северного флота. У причалов чернеет грозными корпусами стратегические и многоцелевые подводные лодки. Но сегодня их здесь совсем немного. Когда выходят в море, в каких оперативных районах мирового океана несут боевое дежурство, с крылатыми и ядерными ракетами на борту никто не расскажет. Они также загадочно появляются, как и исчезают, растворяясь в тумане, темноте или лучах заката. Юрий Долгорукий готовится к выходу в море, чтобы совершить пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Атомные подводные лодки 955-го проекта класса Борей это основа сил стратегического ядерного сдерживания. В мифологии Борей это смертоносный северный ветер, от которого невозможно ни спрятаться, ни скрыться. На борту этого атомного подводного ракетного крейсера 16 пусковых установок. Юрий Долгорукий вооружен булавой и способен дотянуться до любой точки северного полушария. Пуски булавы с Долгорукого выполняли и до этого, но все они были испытательны из акватории Белого моря. Теперь подводный крейсер в составе Северного флота с полным боекомплектом ракет на борту впервые вышел на морской полигон в акваторию Баренцево. Минимальная глубина по курс карты 100 метров, время лежания 7 минут, следующий курс 30 градусов. Длина крейсера 170 метров, на поверхности видна всего лишь его шестая часть. Основа корпуса под водой все равно, что девятиэтажный дом, но при этом атомный ракетоносец остается абсолютно бесшумным и невидимым для противника. Для этого разработано специальное покрытие. С другой стороны, потенциальным целям скрыться от его антенн и радаров вряд ли удастся. Непрерывно, без всплытия, выполнять боевые задачи в любых точках мирового океана Бореи способны три месяца, и это на глубине около полукилометра. Все вниз, погружаюсь. Ну, с Богом. Подобные кадры редко увидишь. Специальные камеры на борту Борея фиксируют его погружение. В такие минуты отчетливо осознаешь, насколько беспощадна стихия, но и понимаешь другое. Человек всегда бросает ей вызов. Хищный корпус подводного крейсера погружается в ледяные и темные арктические воды. Советские и российские стратегические подводные лодки всегда наводили ужас и сеяли панику, демонстрируя свое превосходство. Отсмотр ближний дальний горизонт, обстановка не изменила. Юрий Долгорукий – высокотехнологичный проект российских конструкторов. На подлодке показывают то немногое, что разрешено увидеть журналистам. Клапаны и Кингстона открыты, лодка начинает погружение, чтобы выйти в заданный квадрат учебной стрельбы. На главном командном пункте объявляют тревогу. От матроса до командира здесь все понимают важность задач, поставленных верховным главнокомандующим. Товарищи подводники, атомный подводный крейсер Юрий Долгорукий занял район боевых действий. Александр Калинин – командир группы старта баллистических ракет с того самого момента, как Юрий Долгорукий начал проходить первые испытания. Он знает все о том, что необходимо, чтобы ракеты вышли к назначенной цели. Капитан-лейтенант уверен во взглядах. Об этом пуске булавы на Западе еще долго будут говорить и писать, с опаской поглядывая в сторону новых российских подводных лодок. Бореи на Западе уже окрестили глубинными монстрами. Если сравнивать его с предыдущими поколениями или с их какими-нибудь кораблями, очень многие их корабли отдыхают по скорости и по другим всяким характеристикам. Корабль очень хороший. Бояться стоит им. И правильно они делают. Еще один мощный корабль проекта «Бореи», который поступил на вооружение ВМФ, атомный подводный крейсер «Александр Невский», рассказывает командующий подводными силами. Подводники уверены, присутствие «Бореев» вряд ли удастся кому-либо игнорировать в глубинах Мирового океана. Скоро они заменят стратегические крейсеры предыдущего поколения и станут основой морской составляющей ядерной триады. Технологический прорыв Россия закрепит созданием лодок пятого поколения. К их разработке уже приступили. Имея такое оружие, это гарант нашей безопасности, поэтому гордитесь этим оружием, так, как горжусь я и всех тех, кто служит на этих кораблях. Каждый год все подводники от матроса до командира сдают экзамен по борьбе за живучесть. На Северном флоте это происходит на одном из единственных уникальных тренировочных комплексов. Для себя мы его назвали «Огонь, вода и медные трубы». Журналисты решили опробовать на себе все. Провалились на первом этапе. Надевать гидрокостюм положено самостоятельно, а тут кто-то даже забыл вешалку внутри. Понял, это уже после герметизации оранжевого облачения. Осталась вешалка, вешалка внутри костюма осталась. Надо срочно ее вытаскивать. Самым простым, как ни странно, показался полигон по тушению возгорания в отсеках. Пожар потушили быстро. С портативными дыхательными аппаратами разобрались сразу устройства простые и эффективные. Командный дух проявился и при закрытии пробоин. Первый устранили за 20 секунд. Но когда давление увеличили, сразу стало понятно. Костюм и ледяная вода сковывают движение через пару минут. Решили, выход через торпедный аппарат добавит адреналина. Но и его оказалось через край. Специальные камеры зафиксировали, насколько журналисты могут быть профессиональными дилетантами, а насколько подводниками. Это только первый выход через торпедный аппарат. Без наполнения тренажера водой. Где-то к середине этой трубы впадаешь в истерику. Вспоминаешь слова инструктора. Спокойствие, дыхание не сбивать. Воспоминания остаются не очень приятные. Но самолюбие толкает вперед. Очень-очень тяжело досталось вот это вот испытание. Это вот труба, имитирующая торпедные аппараты на 8 метров. Даже, правда, в какой-то момент чуть не хватило паники. Потом пришлось восстановиться, отдохнуть, отдышаться и потихонечку двигаться вперед. Ничего не видно. Разница между тренажером и подводной лодкой велика. Но борьбу за живучесть отрабатывают и на суперсовременных бареях. Главное почувствовать, что тебе возможно предстоит испытать. Система обеспечения кислородом подводников на любом корабле замкнутая. Средства для выживания – это портативные дыхательные аппараты и штатные, подключенные к стационарной системе подачи воздуха. На лодках проекта 955 предусмотрено новое технологично-конструкторское решение – спасательная капсула. Она пронизывает несколько палуб атомного подводного крейсера. На полках можно найти практически все. От самых простых до самых современных средств подачи сигналов бедствия. Продукты, вода, фонари, теплая одежда, снасти – все самое необходимое в критической ситуации. Капсула управляема и имеет положительную плавучесть. Ее, что называется, отстреливает от аварийной подводной лодки. Я вам покажу, как она устроена. Так, довольно непривычно, конечно, собираться. Переборочный люк. Так, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Например, я вам показываю запас пресной воды, которая хранится здесь на стеллажах. Ну и здесь же хранится питательный абрикет. Данное устройство позволяет спасти весь личный состав корабля. На Юрии Долгоруком снова объявляют тревогу. В центральном посту команды разносятся и дублируются по отсекам с разницей в секунды. Атомный подводный ракетный крейсер с полным боекомплектом 16 межконтинентальных баллистических ракет вышел в оперативный квадрат, где состоится пуск булавы. На ракетных шахтах подводной лодки стратегического назначения 5 красных звезд, которые говорят уже о состоявшихся пусках. Решил нанести ядерный удар согласно плану боевого применения стратегической операции ядерных сил в 20 часов 27 минут 00 секунд 29 октября. Час до старта проходит в неком рабочем напряжении. В главном командном пункте десятки взглядов прикованы к мониторам. Стрельба ведется с подводного положения. Глубина 45 метров. Цели для учебной стрельбы булавой находятся на полигоне Кура на Камчатке. Корпус атомной подводной лодки слегка просаживается на глубину. Отпуска 37-тонной ракеты. Но экипаж приветствует это только аплодисментами. Этот гул двигателя и вспышку, озарившую ночное небо над акваторией Баренцевого моря, было уже не слышно под водой. После пуска лодка начинает непрерывное маневрирование. Менее чем через 20 минут экипаж поздравляет. Булава достигла цели на Камчатке. От всего сердца всех поздравляю. Все молодцы. Благодарю за службу. Командир. Это современнейший ракетный корпус, который только поступил на вооружение нашего флота. Он проходил испытания до этого в Белом море. И, в общем-то, режимы испытаний немного отличались. Они испытательные были пуски. Немного отличились от тех пусков, которые проводили подводные лодки в боевых условиях. Мы к этому стремились. До этого было пять пусков полистических ракет из Белого моря. А сейчас из акватории Баренцевого моря полностью в боевом режиме. И поэтому я очень рад, что успешная стрельба сбылась. К успешному пуску вечером особенно готовились на Камбузе. Здесь не могли наблюдать за ракетной стрельбой. Но оказались рады грохоту посуды. Разбитые тарелки теперь не в счет. Пасли с двумя тарелками, одной пиалкой. В принципе, на такие же большие потери. Все нормально. Ну, бывает и посильнее, да? Бывает и посильнее, да. Но к этому и готовимся. Непосредственно ужин по расписанию. Но перед ужином по традиции подводников плафон морской воды. Заслужили те, кому первый раз удалось погружаться в составе этого экипажа. Товарищ командир, старшина второй сети «Карельский» для посвящения моряки и подводника прибыли. Давай, пойдем. Давай, конечно. Сегодня лодок у пирсов военно-морской базы подводных сил Северного флота немного. Вдалеке они чернеют грозными корпусами. Но эта примета говорит об одном. Атомные стратегии с ядерными зарядами на борту находятся где-то за сотни миль в глубинах Мирового океана, готовые выполнять любые задачи, охраняя покой и сон своего государства. Продолжение следует...